Каких компьютерных угроз нам предстоит опасаться в наступившем 2017-м? А чего бояться не стоит? Своим видением поделились руководители и ведущие эксперты компании Positive Technologies. На пресс-ужине 25 января 2017 года компания подвела итоги ушедшего года, а также дала экспертный прогноз, кого и каким образом будут беспокоить киберпреступники в ближайшие 12 месяцев. В 2016 году ежедневно на государственные сайты производилось более 3000 атак, чуть меньше атаковали интернет-магазины, а на веб-сервисы банков каждый день обрушивалось около 1400 атак. Эти и ряд других красноречивых цифр эксперты Positive Technologies получили в ходе проектов по пилотированию и внедрению своего защитного экрана PT Application Firewall в ряде российских организаций. Исследования компаний в других областях позволили выявить крайне опасные уязвимости мобильных устройств, банкоматов, веб-сервисов и протоколов. Исследователи установили, что среди самых защищенных приложений на системе Android, мобильных банковских клиентов, лишь в каждом четвертом отсутствуют уязвимости среднего и критического уровня. На iOS ситуация менее печальна, однако уязвимости все равно содержит каждое третье банковское приложение. Полученные данные позволяют не только оценивать текущую ситуацию, но и прогнозировать развитие событий. И хотя слишком далеко за горизонт заглядывать бессмысленно, в границах одного года прогнозы могут иметь достаточную точность. Выстрелила тема с интернетом вещей, то, о чем достаточно долго говорили и на позитивах, и на других мероприятиях. То, что эта тема, она очень емкая, большая. Те дидос-атаки, которые были, они как бы подкрепили те инциденты, которые были с утечкой конфиденциальной информации из камер, да, там, два года назад. Вот эта тема, она, наверное, в будущем будет набирать обороты. Мы в этом году увидели ряд примеров атак, которые можно привести к proof of concept, то, что лег сегмент интернета, то, что отключено было электричество, то, что крали, да, там были многомиллионные хищения, да, из банков. Дорога проложена, и теперь вопрос за тиражированием этих атак. То есть, так как системы одного класса в рамках одной индустрии, они построены примерно из одних компонентов, ну или похожих, близких, в ближайшее время можно ожидать повторений атак, использующих элементы тактики или инструментария из тех атак, которые мы увидели сейчас, вот в этом году. Напряженным может стать текущий год для АСУ-ТП, систем, которые контролируют работу энергетических, транспортных и других важных объектов. Исследования Positive Technologies показали, что большинство из них плохо защищены, а обнаруженные критические уязвимости никто не торопится устранять. Прогнозы неутешительны. Если необходимые меры не будут приняты, в ближайшем будущем нашумевшие взломы украинских электростанций и транспортной системы Сан-Франциско могут стать прологом к более масштабным проблемам. Пример с Украиной, это действительно первый показательный пример атаки, которые случились в конце 2015 и в конце 2016 года, которые действительно отразились на тысячах людей, которые остались без света. По большому счету, прямой монетизации не видно в этих действиях. Тем не менее, это именно та самая атака на АСУ-ТП, именно из сети интернет. Отключить свет можно было бы на гораздо большем числе подстанций, просто тиражировав эту атаку. Тренд, что количество таких атак будет расти. Эксперты Positive Technologies убеждены, что одним из трендов 2017 года станет рост числа атак через функциональность и уязвимости аппаратных платформ. Опасность представляют и незащищенные элементы умного дома. Ведь в минувшем году злоумышленники не раз успешно атаковали умные телевизоры и роутеры, используя их затем в своих целях. Разумеется, никто не может гарантировать полной реализации прогнозов. Их цель – предупредить общественность и указать направление, выделить среди множества фактов действительно перспективные тенденции. Это и попытались сделать представители Positive Technologies, представив свою аналитику и ожидания на 2017 год. 2017-2018 годы – это будут такие годы изменения ландшафта. То есть наша тема стала таким хайлайнером, то есть все про нее говорят, президенты, руководители. И, казалось бы, эта тема должна быть одной из основных. Но при этом, с другой стороны, я вижу, что политический рынок в России не увеличился, он скорее, мне кажется, уменьшился. Это чисто мой опыт, и я думаю, что это так. Мне кажется, что 2017 год – это некий такой челлендж. Мы должны научиться реально делать проекты, которые повышают защищенность прямо по-настоящему. Не на бумаге, не пустой комплаенс. Истории, которые будут направлены именно на получение реальной защищенности, они имеют шанс даже при сокращении общих бюджетов на IT, на безопасность выстрелить и быть одним из основных таких драйверов в нашей отрасли. Рынок будет развиваться в чем-то непредсказуемо. Но это интересно. Редактор субтитров А.Семкин